Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие и уважаемые подписчики! Ну что, сегодня обед и у нас рыбный день, хотя не четверг, потому что Саша привез рыбки и вот такой короб голова, это мне Людочка борщ привозила, мамочка передавала, был у меня, и вот такой свежайший судак, голову отрезали, плавники и все, и вот хвостики, вот что идет на уху, смотрите, вот эти плавнички. И я помыла хорошо, и сейчас, да, сильно много рыбы, когда эта уха будет холодная, она может застыть, как холодец. Но Саша у меня любит, поэтому сегодня обед у меня полностью рыбный. Первое уха, второе жареная рыба. Сейчас я ставлю на огонь, и пусть пока будет закипать, ну, нагреваться, я быстренько очищу где-то 4-5 вот таких средних картошек. Картошку я отправляю вместе с рыбой. Вот такая картошка я буду бросать, не разрезая, но вот это одна большая, попалась, разрежу ее на 4. Потому что рыба будет вариться у нас долго, и чтобы картофель не развалился, я добавляю целиком. А тогда в тарелочке ложечкой эта картошка раздавится. Я сегодня взяла чуть-чуть побольше картошки, потому что я не сильно люблю вареную рыбу, а вот именно жиденькая с картошечкой, это хорошо. Все, отправляю к рыбе картошку эту. Вот уха у меня кипит на медленном-медленном огне. И некоторые не добавляют в уху, потому что это уже уха превращается в рыбный суп. Но я добавляю немножечко морковки, оно красиво тогда и в тарелочке, ну и привкус. Я уже чуть-чуть посолила. Вы видите, что у меня варится уже минут, наверное, 15. Сильно не перемешивайте, потому что рыба, голова, вот все эти мелкие, она у вас развалится. Вот смотрите, голова судака, вот она у меня, видите, и короб. Все, пусть так и варится. Собрала я пену на медленном-медленном огне. Не надо, чтобы оно сильно кипело, потому что, вот видите, вот еле-еле варится, кипит. Вот видите, вот так и вы. И сейчас возьму буквально, ну, 50 граммов пшена промою, потому что я люблю пшену. Подготавливается картошка и рыба. Я сейчас сделаю вот зажарку для ухи. Как обычно, вот бабушка моя, она брала старое сало. Это сало, которое постарело, но немножко желтоватенькое. Но у меня старого нету, поэтому я беру, какое у меня есть. Ну, я не знаю, маленький кусочек, много сильно не надо, просто чтобы привкус был. Но сразу нужно, видите, я вот уже отрезала, нужно сразу снять вот эту шкурочку. Она не нужна. Вот так все срезаю. И теперь, я не зря взяла ступку, потому что все это будет у нас затираться в ступочке. Нарезаем мелкими кусочками сала. За один раз, чтобы все влезло. Чеснок просто так хаотично разрезала два зубчика. Сильно не надо. Тоже сюда. Чеснок вместе с салом. Чеснок более грубый, сало более тонкое. И начинаем вот это все в ступке перетирать. У нас получится такая, знаете, как паштетная масса. И сюда сразу добавлю пару зерен. Ну, это образно пару. Вот так вот. Сумеш перцев. Когда добавлять просто перец измельченный и просто чеснок, аромат совсем другой. Вот в этой ступке я специально ее купила для зажаривания сала по старому рецепту и для приготовления ухи именно нужно в этой ступочке все раздалить. Это очень быстро делается. Смотрите, вот такая вот масса получилась. Пусть это подождет. Вот я промыла пшено. Сейчас сливаю и добавляю к ухе. Так, пшено уже доваривается. И сейчас у нас, так говорят, надо загортовать уху. Я наливаю вот, ну, буквально полстакана холодной воды. Это для того, чтобы рыба не разваливалась, не разваливалась. Загортовываем просто полстакана холодной воды. Можно добавить чуть-чуть водочки в конце. Это по желанию. Как обычно, когда мы на костре готовим, то мы добавляем полено, засовываем туда. И плюс еще наливаем водочки. Закипело. И сейчас я добавляю нашу вот зажарку. Это все из пестика прямо сюда. Каменный пестик, не переживайте ничего. Видите, все смываю. Теперь ложкой это все выбираю и отправляю сюда. И, конечно же, наливаю чуть-чуть сюда бульона. Все это споласкиваю. И выливаю сюда. Количество сала вы смотрите сами. Смотрите, видите, оно вот расходится. Так, отлично. Чуть-чуть добавлю перчика душистого. Чуть-чуть. Это каждый будет в тарелку сам. И добавлю сейчас, уха уже практически готова, добавлю сюда зеленушки чуть-чуть. Зелень у меня нарезана, укроп, я вам рассказывала. И пока мясо по соли сильно уже не выводила окончательно, потому что укроп у меня немножко солененький. Поэтому, если у вас есть свежий, пожалуйста, добавляйте свежий. Но он очень хорошо выглядит. Так, и теперь пробую на вкус. Ах, как запахло сейчас хорошо. Это голова, конечно, большая блюдо для Саши, понятно. Сегодня я пригласила на уху просто пообедать. Просто, потому что все на работу завтра. Лариса говорит, я хочу уху, я приду. Пробуем. Ой, смачно. Смачно, но нужно еще чуть-чуть солить. Давайте добавим чуть-чуть коньячка. Меня угостили вот таким домашним, это не мое, домашним коньячком. Добавлю сейчас 2 столовые ложки. Ну, это нужно водку делать. Ну, я думаю, коньяк не испортит. Пахнет хорошо. Все, закипает. Выключаем. Это жареный карась и икра из судака из карася. Вы видите, что я замариновала. Что здесь у меня? Обязательно расфилируйте карася и сделайте вот такие вот надрезки. Карась, любая рыба. Если крупная рыба, обязательно ее надо расфилировать. Кусками целыми не жарьте, она внутри будет сырая. Вот я разрезала, распластовала. У меня получается идет вот мякоть с одной стороны, вы видите, а вторая сторона вот с такой костью. Здесь у меня соль, специи для рыбы можете добавить. И я добавила розмарин. Вот у меня розмарин был для того, чтобы убрать запах тины, потому что это речная рыба. Что я сейчас сделаю? Вот у меня зубок чеснока. Я беру сковородку, наливаю масло на палец от дна, на палец, не фритюр. И немало должно быть масла, должно быть на палец. И отправлю сюда вот этот чеснок, то есть я сделаю ароматное масло. И на этом масле я буду обжаривать рыбу. Вы можете взять побольше сковородку, я буду на этой. Вот наливаю масло, все, на палец масло растительное. И отправляю сюда чеснок. Вот так он пусть вместе будет. Сейчас он начнет шкварчать. Я его немножечко обжарю и потом удалю. Так, сейчас на весь огонь у меня сковородка стоит. И я взяла муку. Это очень важно. Я панирую в муке, потому что без муки не будет вот этой корочки, и рыба не будет такой сочной. Панирую в муке. Вот обсыпаю где реберная часть. И потом вот так хорошо это все нужно струсить, чтобы не было толстого слоя. И выкладываю. Сейчас я заберу отсюда чеснок и огонь чуть-чуть убавляем. Потому что рыба не должна просто зажариться и все. Она должна приготовиться внутри, чтобы не была сырой. Вот, смотрите, я беру кусочек. Хорошенечко запанировала. И теперь вот это все вот так вот струсило. Так, забираю чеснок. И не думайте, что рыба и чеснок это несовместимы. Совместимы. И сегодня я готовлю обычного карася. Это у нас с мясом, не судак. Так, и сразу где у меня есть места свободные, я выкладываю икру. Мешочки с икрой. Но икру обязательно разрезайте. Разрезайте, потому что если вы не разрежете, особенно окунь сюда, она будет стрелять так, что это... И на среднем огне обжариваем. Не спешите переворачивать, потому что рыба должна... Два раза рыбу переворачиваем. Раз и два. Все. Туда еще икры добавлю. Так, ну что, давайте будем смотреть. Ну икра-то понятно, что... Видите, все отделяется. Икра тоже должна прожариться. Так, и теперь переворачиваем эти куски. Вот, смотрите, видите, как открывается. Сейчас я вам немножко ближе покажу. Некоторые считают, что рыбу жарит. Да, раз-два, что там, то рыбу жарит. Да, конечно. Точно так оно и было. Вот, смотрите, один раз я перевернула, второй раз я буду переворачивать, когда уже у меня рыба будет полностью готова. И осторожно, потому что икра и есть свойство стрелять. Будьте осторожны. Видите, как зажарилось? И вот здесь прям открываются разрезики. Не горит на среднем огне, но зажариваем до хорошей румяной корочки. Вся рыба должна хорошенечко прожариться. И плюс еще потом мы вот так вот немножечко поднимем, потому что вот здесь тоже должно прожариться. Видите? Так, я сняла игру, потому что она уже готова. Вот она, видите? И сейчас я переворачиваю еще один раз и слушаю, что у нас будет. Смотрите, я переворачиваю, у меня нету резкого такого... Видите? У меня чуть-чуть вот здесь вроде бы, а так нету резкого шипения. То есть у меня уже влаги нету в рыбу. Рыба готова полностью. Я могу ее снимать. Вот так вот немножечко придержите, чтобы жир есть. Видите, здесь все тоже зажарилось, вот на этой части. И все это на тарелочку с полотенечком. Масло нормальное, масло не горелое. Я чуть-чуть добавлю, буквально чуть-чуть. Вот так. И выкладываю дальше. То есть муку можно еще больше отбивать, чтобы муки меньше было. Потом у нас остается на сковородке на дне эта мука. Выкладываю. Тоже отбиваю. Все. Так жарим. Тарелка для костей. Сережа с Ларисой еще придут покушать. Вот обед. Смотрите, жука рыбы получилась. Саша стоит уже сюда, ты чай. Я себе без этого, без рыбы. Вот маленький кусочек. И вот Ларисе насыпала тоже. Видите? Вот такая вот уха. Можете зелени добавить. Ну вот, когда будете кушать, картошку разминайте. А мою где? А твою вот! Самая большая голова, это твоя, Сань. Саша любит голову, поэтому тут мало у него ухи, но рыбы много. И ставьте тарелочку для того, чтобы кости, как говорится, объедать и сюда вот выкладывать. Все, мои хорошие, вот такой сегодня у нас рыбный день. Все, мои хорошие, приятного аппетита. На все добрые. Ну и, конечно же, постограмм, но не сегодня. Сегодня, завтра на работу все, поэтому постограмм не получится.